24 апреля был дан старт началу акции по раздаче георгиевских ленточек в Савьорте. Стартовой точкой начала патриотического жеста стал городской холм славы. Далее, разделившись по участкам, закрепленным за учебными заведениями, волонтеры провели раздачу ленточек. Участие в мероприятии приняло более 200 студентов СУЗов и ВУЗа города. Волонтеры, даря ленточки людям, не просто поздравляли с наступающим праздником, но и рассказывали о значении этого атрибута, о том, как правильно его носить, потому что крепится она слива ближе к сердцу. Один из активистов поделился своими впечатлениями о мероприятии. Мы со студентами колледжа СФРУСЛУГ вышли в город к дню 9 мая на акцию георгиевской ленты, чтобы никто не забыл о победе 9 мая, чтобы наших отцов, дедов, прадедов, чтобы не забывали. Чтобы они не забывали, и чтобы вот такой войны больше не было, чтобы все жили дружно. Я уже второй год участвую в такой акции. Мне это нравится, я пропагандирую это. Да, я поддерживаю такого рода мероприятия. Черно-оранжевая лента символизирует доблесть, мужество, героизм и стойкость. Данная акция впервые стартовала в 2005 году, где главной целью стало стремление не дать забыть современному поколению, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века. Студенты всегда принимают самое активное участие в таких мероприятиях, а это говорит о высоком патриотическом настрое молодежи. Ежегодно наши студенты колледжа СФРУСЛУГ принимают активное участие в всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Мы постоянно раздаем гражданам нашего города эти ленточки, показывая им, что дала эта победа нашему народу. Также показываем, что нужно не забывать об этом великом празднике и постоянно участвуем в различных акциях, которые проводятся в нашем городе. Также студенты нашего города показывают горожанам, кто выиграл эту войну и какой ценой досталась эта война. Конечно же, хочется поздравить наступающих всех горожан нашего города, ветеранов нашего города, которые внесли большой вклад в победу над врагом. Акция продлится до 9 мая. Черно-оранжевую символику можно увидеть практически везде – на боковых стеклах и антеннах авто, прикрепленные на верхней одежде прохожих на улицах, на сумках и рюкзаках молодежи. Начальник отдела по делам молодежи и туризму Айшата Таева отметила, что подобные акции нужны для того, чтобы мы помнили о героическом подвиге нашего народа, победившего в жестокой схватке с фашизмом, а также для укрепления гражданско-патриотических настроений в молодежной среде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok